Мой Междуреченск. Твое приложение. Воспитанников с Международным днем детей. Первая смена в лагере открыта. Светлячок принимает гостей. Дождь или солнце? Прогноз на выходные от Гидромедцентра. Обо всем сегодня расскажем по порядку. Ряды Междуреченской полиции пополнились. Сегодня молодые сотрудники поклялись быть верными профессии и с честью выполнять свой служебный долг. Приняли присягу. Состав отдела МД России по городу Междуреченск послушайте. Люди не посяги построят. Десять молодых сотрудников в присутствии руководства отдела личного состава и ветеранов МВД поклялись соблюдать конституцию и законы Российской Федерации, уважать и соблюдать права и свободы граждан, добросовестно выполнять служебные обязанности, а также достойно переносить трудности, быть честными, мужественными и не щадя своей жизни сохранять правовой порядок. Поступаю на службу в органы внутренних дел. Торжественно посягаю на верность Российской Федерации и ее народу. Молодые сотрудники пополнили ряды подразделений участковых патрульно-постовой службы, отдела уголовного розыска и отдела дознания. Все они прошли стажировку, по окончании которой утверждены в должности. Получили специальные звания и готовы нести службу. Еще раз поздравляю сотрудников от всей души. Те слова, которые вы произнесли, вы должны соблюдать и равняться. Равняйсь! Смирно! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На этой неделе в одном из домов в Восточном районе было совершено преступление. В ходе конфликта соседей один был убит. Подозреваемый дал показания и рассказал на месте, к чему привела ссора. Подозреваемого привезли под конвоем. 28 мая он совершил преступление. После он впервые возвращается в квартиру потерпевшего. Проверку показаний на месте проводит следственный отдел. Подозреваемый поясняет, все началось на лестничной клетке. Пришел в очередь, стучался, не мог бы стучаться. Ну, буквально долго стучался, не мог бы стучаться, сел на лестницу. Вышел сосед, стал ругаться, брониться. То есть, ну, я устал, говорю, дядя Коля, спокойствие, все, я стучаться не буду. Ну, он открыл дверь, он стоял в Терном проеме, он подошел к вам. Нет, сюда выше. Он сюда к вам подошел. Продолжилась потасовка уже в квартире. Забылся, забылся, я наступал на него. Он меня держал руками и пусть не отпускал. Я пытался вырваться, но он держал меня крепко. В этом месте где-то я нашел дантелю, она мне просто под руку попалась, и ударил. Ударил. Навел беспорядок, я как бы, что он сам упал, пьяный. Он подозреваемый, находясь уже в квартире, нанес несколько ударов в области головы потерпевшему. От чего наступила в дальнейшем смерть? Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 111. Лицо подозреваемого совершения данного преступления установлено. Задержано в соответствии со ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент проводится следственное действие, назначен ряд экспертиз. Подозреваемому грозит лишение свободы до 15 лет. Во вторник, 29 мая, в одном из микрорайонов Белово пропала 7-летняя девочка. Днем она вышла из частного дома погулять и перестала выходить на связь с родными. До этого из дома не уходила. К поискам подключились уже тысячи человек. Исполняющий обязанности главы Кузбасса Сергей Цивилев объявил награду за информацию о Марии Перевозчиковой в миллион рублей. Посмотрите внимательнее на эту фотографию. Разыскивают должников, взыскивают штрафы, проводят профилактические беседы. Сегодня судебные приставы выехали в детский дом, рассказали детям о важности соблюдения закона. И поздравили воспитанников с международным праздником – Днем защиты детей. Об этом и другом расскажем в дайджесте. Ежегодно 60 тысяч отцов и матерей в России лишаются родительских прав. Большая часть – сирот, социальные – 95%. Их права защищают социальные службы, а также представители закона. В День защиты детей воспитанников детского дома поздравили сотрудники Следственного комитета и службы судебных приставов. Поздравляю вас с вашим праздником. Здоровья вам, счастья, всего самого хорошего, чтобы вы оставались такими же веселыми, такими же добрыми. Территорию экоцентра заповедника Кузнецкий Алатау облагородили. Субботник прошел при участии православного молодежного клуба «Восхождение». Освободили от веток и мусора футбольное поле и дорожку до лосиного вольера. Собрали 10 мешков мусора. Также привели в порядок тропу здоровья. Всю неделю междуреченцы следили за ценой на бензин. Он дорожает с каждым днем. В понедельник литр 92-го стоил 38 рублей. Сегодня 40 рублей 50 копеек. Федеральная антимонопольная служба осуществляет еженедельный мониторинг. Причинами роста цен является фискальная политика государства, снижение нефтяными компаниями предложения на биржевых торгах моторных топлив, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ и рост мировых цен на нефть. Больше влияния оказывают налоги. Вставляющие налоги в конечность вне каждого водного литра автомобильного топлива составляют порядка 60%. Кемеровская область попала в антирейтинг Роспотребнадзора по числу укусов клещей. 5000 кузбассовцев уже обратились в медицинские учреждения. В Междуреченске зафиксировали свыше 160 случаев присасывания. Специалисты отмечают, важно исследовать каждого клеща на инфекции. После того, как исследования эти проведены, мы выделили, предположим, какую-то инфекцию. И после этого уже врач может сказать, что надо поставить. Если это клещевой энцефалит, то ставится иммуноглобулин. Первый тепловой удар с начала года зафиксировали на станции скорой помощи. Специалисты отмечают, сложнее всего жаркую и солнечную погоду переносят лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, после черепно-мозговых травм, дети и пенсионеры. Следует соблюдать простые правила. Обеспечивать детей головными уборами обязательно. При нахождении под прямыми солнечными лучами брать с собой воду, прохладное питье. Ну и стараться не находиться на солнце более чем 20 минут. В День защиты детей в музыкальной школе состоялся фестиваль творчества детей-инвалидов «Созидаем вместе». В нем приняли участие 17 исполнителей. Юные музыканты выступили в двух номинациях «Вокал» и «Игра на инструментах». Каждый ребенок получил награды и подарки от предпринимателей города. Сегодня праздник самых юных жителей планеты. Международный День детей призван напомнить о защите подрастающего поколения. В 51 стране сегодня проходят различные мероприятия. В городах и районах Кузбасского региона для детворы подготовили праздничные программы. В Междуреченске игры и конкурсы провели на Аллее сказок. Погода не балует междуреченцев, но техасские кактусы, пусть и не настоящие, имеются. Яркую игровую площадку подготовил для юных горожан Центр детского творчества. Сегодня праздник должны почувствовать все. Дети присоединились к всероссийской акции «Читаем Пушкина вместе». Работал открытый микрофон. Произведения писателя вдохновили детей. Юные таланты рисуют русские пейзажи даже в дождь. У меня сегодня веселое настроение, потому что сегодня праздник – День защиты детей. Мне очень нравится тут. Я очень люблю рисовать, поэтому выбрала именно этот конкурс. Сыграть партию на открытом воздухе решила Юлия Неманшина с дедушкой. Девочка занимается шахматами в школе, но теперь думает записаться в ЦДТ. Несмотря на погоду, решили пройти, посмотреть. Все-таки День защиты детей для них праздник. Интересные площадки с роботами, потому что они там всякие разные движения делают, которых ты не ожидаешь. А парк понравилось все. «Говорил же я тебе!» «Ой, бежим домой, дед!» «Бежим, конечно!» Аллея сказок превратилась в Арбат. На каждом шагу творческие мастерские. Учреждения дополнительного образования приглашают детей уже с нового учебного года присоединиться к ним. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз». Научат чувствовать ритм в танцевально-спортивном клубе «Дуэт», «Дома культуры» «Железнодорожник». Ученики Евгения Лисунова показали свое мастерство. С настоящим оружием познакомили междуреченцев юно-армейцы. Каждый год коллекция пополняется. Гордость 2018-го – военная рация. «С ней были все время радисты. Она достаточно тяжелая. Просто так с ней побегаешь». Воспитанники детско-юношеского центра умеют многое. Знают секреты универсального и рукопашного боя. Легко справиться с любыми задачами в экстремальных условиях. Дети на «ты» с альпинистским снаряжением занимаются водным туризмом и спортивным ориентированием. Школьники попробовали себя во всех направлениях. Веселая полоса препятствий от социально-реабилитационного центра. Аллею сказок посетили и пушистые гости. Познакомили детей со своей профессией пожарные и другие специалисты. «Там наверху есть пожарные рукава. Я впервые увидела такую большую пожарную машину». Яркое событие «Счастливое детство» состоялось. В этот день юных горожан ждали и другие праздничные мероприятия в Междуреченске и поселках. Вера Фефилова, Игорь Ковалев. Новости. Мой. Междуреченск. 1 июня – начало лета. Самых длинных каникул в году. Тысячи детей за этот период отдохнут, оздоровятся как в регионе, так и за его пределами. Распадская угольная компания «Евраза» каждый год реализует социальную программу. За лето 900 детей отдохнут в лагерях. Сегодня первая смена заехала в Светлячок. Дождь – не помеха началу летнего оздоровительного сезона. 218 детей работников Распадской угольной компании отправляются в загородный лагерь «Светлячок» на первую смену. Родителям путевки обходятся в 10% от стоимости. Остальную часть оплачивает компания. Благодаря программе Алиса и Соня поедут в лагерь впервые. Я волнуюсь сильно, потому что я никогда не была и в первый раз еду. Я думаю, что мы будем играть, рисовать, ходить в походы. Я думаю, нам понравится обоим в лагере. Спасибо им за такую возможность, что дети могут отдохнуть. Среди детей немало тех, кто уже не первый год отдыхает в Светлячке. Мне нравится, отдыхаешь, веселишься. Везде принимаю участие в разных соревнованиях. Да и вообще лагерь хороший. Большое-большое спасибо, потому что очень хорошие отзывы от этого лагеря. Очень много эмоций, когда ребятишки приезжают. Прям большое спасибо, что так все это организовывают. Социальная программа по оздоровлению и отдыху детей работников Распадской угольной компании «Евраза» действует уже много лет. В этом году на ее реализацию направили 25 миллионов рублей. Наши традиционные социальные проекты, мы в нем видим удовлетворенность не только детей, а удовлетворенность через детей и их родителей, наших работников. Ну и дети – это наши будущие потенциальные работники. Они должны видеть, что с измольства Распадская угольная компания заботится о здоровье и досуге не только своих работников, но и их членов семей. Последние наставления и автобусы отправляются в лагерь. Детей ждет множество мероприятий. Для них приготовила разнообразная программа. Это спортивные соревнования, это конкурсы, викторины, это музыкальные часы, это спортивные занятия, олимпийские игры. Мы будем очень торжественно отмечать 12 июня, это наш традиционный праздник. Теперь мы стараемся учесть интерес всех детей. Всего за летний сезон в лагерях Междуреченска, Новосибирской области, Черноморского побережья отдохнут 900 детей работников предприятий Распадской угольной компании. Дарья Гречанникова, Игорь Ковалев, Новости, Мой Междуреченск. Дети открывают смену в дождь, но погода не влияет на настроение. Для отдыхающих подготовили множество мероприятий. Скучать будет некогда, но все же все хотят знать, когда ждать солнце. Прогноз погоды на выходные рассказали в Гидромедцентре. В ближайшие дни в Кузбассе сохранится теплая, но дождливая погода. Продолжит оказывать свое влияние теплон, который смещается к нам с Урала. И при прохождении то теплого, то холодного фронтов будет усиливаться ветер и наблюдаться осадки. При этом температуры будут вполне комфортны. В субботний день будет жарким, плюс 25, плюс 30. Ночные отметки тоже будут положительными в пределах 13-18. Местами понизятся до плюс 5, плюс 10. И также прогнозируем дождь и грозу. В воскресенье днем температура немного понизится. Это будет прохождение холодного атмосферного фронта, температуры 17-22 днем и ночью плюс 4, плюс 9. В понедельник продолжат оказывать влияние холодный фронт, циклона температуры еще снизится. Днем будет в пределах 12-17, а ночью плюс 2, плюс 7. Также оставляем осадки и порезный западный ветер. Весь май горожане рассказывали о своих близких участниках войны и тружениках тыла. «Сохраним память о героях вместе» совместный проект телеканала «Июнь» и управление образованием «Расскажи о своем герое». Мы завершаем. «Расскажи о своем герое» Мой прадедушка Кунков Васильевич Афарионович. Услал на фронт 38 лет. Был ранен, находился в больнице. После этого вернулся на фронт. Пропал безвестен при операции на Курской дуге. Мой дед был настоящим героем, и я им горзусь. Мой прадедушка Николай Иванович был настоящим героем. Каждый год мы всей семьей 9 мая участвуем в параде «Бессмертный полк». Мой прадед служил на подводной лодке в Порт-Артуре. Защищал нашу родину от немецких и японских захватчиков. Мой прадед настоящий герой, и я им горжусь. Присоединяйтесь к проекту телеканала «Июнь. Народные новости». Снимайте все, что видите вокруг, и присылайте видео нам. Будьте в нашей команде. В конце каждого месяца мы подводим итоги голосования. 4 июня расскажем, кто отличился в мае. А сейчас смотрим, что попало в объектив междуреченцев сегодня. Не хотелось бы оказаться пассажиром такого автобуса. Хозяин транспорта забывает отремонтировать прожжавевшую стойку. Безопасны ли такие поездки, задают вопрос зрители. Неприятный запах чувствуют за 100 метров, говорит телезритель. Кто-то поджег мусорку. Страдают все жители. Александр обращается к жителям Лукиянова 4А. Во дворе инициативные соседи высадили кедры. Доброе дело, но место, по его мнению, выбрали неправильное. Деревья вырастут и будут мешать. Ветви закроют окна и будут опасны при ветре. Мужчина предлагает пересадить саженцы. Александр проанализировал ситуацию в городе. Такие деревья чаще всего попадают под сруб. На этой неделе народные корреспонденты активно делились интересными кадрами. Давайте вспомним самые популярные ролики. Выходные порадовали солнцем. Междуреченцы наслаждались хорошей погодой и фотографировали цветущую природу. Красотой делились с телеканалом «Июнь». Снимки весенних цветов от Доминики Бусуркиной стали лидером этой недели. 41 зритель проголосовал за яркие кадры. На втором месте вот это видео. 38 горожан поддержали удивление Виктории от странной песочницы. Но песка здесь не ощущается. Смыло песок из зоны отдыха на берегу Усы. И не только песок. Разрушительный ледоход унес с собой все благоустройство. Глыбы растаяли, а территория пока в прежнем состоянии. Вот это все городской пляж. Спасибо, что были с нами. Смотрите мой Междуреченск и в социальных сетях. Все новости дня уже в интернете. С вами был Михаил Чеканов. Больше хороших новостей. И несмотря на прогноз погоды, безоблачных выходных. Субтитры подогнал «Симон»!